Преодоление кризиса на юго-востоке Украины стало одной из тем интервью Дмитрия Медведева, которую он дал телеканалу Евроньюз. По мнению главы российского правительства, путь к нормализации обстановки лежит через полное выполнение договоренностей, достигнутых год назад в Минске. Донбасс значительную часть того, что было намечено, выполнил. Теперь очередь за Киевом. Сейчас важнейшим является политическое и юридическое решение тех задач, которые вытекают из минских соглашений. Кто за это отвечает? Ну, естественно, Украина. Если Украина считает юго-восток частью своей территории. Это их правовое поле, это их компетенция, это их полномочия. Это прямая обязанность руководителей президента Порошенко, правительства Украины и парламента. Найти компромисс, достигнуть конституционного большинства, поменять конституцию, начать применение ранее принятых законов. Все это в их компетенции. Затронул Дмитрий Медведев и отношения России с Западом. По словам премьера, нашим партнерам нужно набраться мужества и объявить конкретное число, с которого будут сняты санкции, введенные против нашей страны. Это решение, отметил глава правительства, было бессмысленным. Об этом говорят и просьбы о разморозке ограничений, которые постоянно поступают в адрес Москвы. Необходимо, по словам премьера, нормализовать и российско-американские отношения. Но строить их нужно на новых принципах. К сожалению, отношения снова деградировали, они разрушены, они хуже, чем были. Поэтому, если что-либо перезапускать, то на принципиально иной основе. На какой? Равноправной, справедливой, спокойной основе взаимоотношений. Мы к этому готовы. Мы хотим хороших, продвинутых отношений и с Соединенными Штатами Америки, и с Евросоюзом. Об отношениях России и США Дмитрий Медведев говорил и в интервью американскому журналу Time. Москва, по его словам, не собирается втягиваться в гонку вооружений. Несмотря на то, что сотрудничество по целому ряду вопросов свернуто, взаимодействие по ключевым направлениям, по его словам, продолжается. Затронул Медведев и кризис в Сирии. Премьер прокомментировал заявление некоторых зарубежных политиков о возможной наземной операции в этой стране. Она, по его словам, не нужна и может привести к полноценной затяжной войне, как это произошло с американскими войсками в Афганистане.